всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 1 октября и у меня начинается осенний цикл моих видеороликов потому что видите время года сменилось пейзаж в огороде совсем другой и если октябрь это тот месяц когда основная масса урожая уже собрана и если урожай мы собрали это не значит что мы можем отдыхать вот у меня сейчас октябрь получится такая насыщенная насыщенный период работой очень очень много очень много хочется вам показать но из-за того что я с заказами сидела я очень многое пропустила упустила но сейчас еще впереди хочу показать как я нагреваю это для нагрева грунта укладываю вот этот кабель как мы делаем отопление хочется и про пользу вот этой агроткани сказать вывод двухлетнее использование хочется о новых сортах дальневосточных которые очень поразили меня в хорошем смысле слова рассказать все это у нас впереди сейчас я возобновлю свои вот эти видео как маленькие фильмы видео сюжеты начну конечно с того что мы будем делать в октябре вот что мы делаем в октябре я вот уже начала делать но кто еще почвой не занимался сразу скажу что я не утверждаю что делать с почвы поступать нужно именно так потому что сейчас кто-то даже вообще предлагает не копать грунт но я грунт всегда копаю всегда стараюсь улучшить его качество а так как у меня участок очень маленький шесть с половиной около семи соток и мне приходится выращивать на одном и том же месте все мои культуру особенно томаты год за годом то мне приходится почву все-таки улучшать осенью подготавливать и как я это делаю сейчас подробно подробно вам расскажу и объясню все нюансы как всегда буду разжевывать разжевывать если кому не нравится что медленно и долго извините он изначально канал для новичков был и все мы в какой-то степени новички кто-то новичками становится в 50 60 когда выходит на пенсию кто-то молодые неважно но все досконально знать нужно кто-то выберет для себя что-то полезное а кому-то например эти знания не нужны начнем конечно основная работа вот конец сентября и особенно сейчас весь октябрь если позволит погода это у нас подготовка почвы к следующему сезону и обработка дезинфекция теплиц про теплицы в этом ролике я вам ничего не успею сказать это тоже отдельная тема чуть попозже будет только о грунте вот смотрите это можно сделать сейчас в октябре или это можно сделать весной каждый выбирает по желанию ну как по времени подготовка грунта она может быть ведь разный может быть простой а может быть очень сложный все но это тоже зависит и от качества нашего грунта вы знаете что все мы живем в разных зонах у кого-то черная хорошая земля у кого-то песчаный вот у меня еще раз повторю песчаный грунт очень бедный который без добавок не дает хорошего урожая но все равно это зависит и от количества свободного времени и от погодных условиях бывает что осенью не всегда удается подготовить грунт нынче вот начала пораньше уже несколько дней назад сделала еще до своего дня рождения самая простая подготовка если кто-то не хочет заморачиваться это конечно перекопать и все ну как я уже говорю некоторые вообще не перекапывают но я считаю что перекопка она нужна растениям же нужно чтобы корневая система дышала чтобы он был воздухонепроницаемым и как у нас вот после зимы он утрамбовывается под тяжестью снега туда вообще ничего не воткнешь вот у нас песчаный грунт если не перекопать туда вообще ничего не посадишь перекопка это обязательно это вот самая простая процедура подготовка раз все эти грядочки перекопал и оставил на осень если вы хотите улучшить качество грунта то можно перекопать и посеять сидираты это конечно очень простая процедура я специально вот вам показала показываю принесла вот пустую я посеяла сидират горчица белая но тут опять есть нюансы если вы живете в холодном регионе как у меня они могут не успеть как сказать вырасти до определенного вот эту зеленую массу вот эти я посеяла чуть раньше видите она взошла а вот на этих грядках раскидала только буквально вот позавчера накануне дня рождения сейчас дождик намочит они должны зайти я не сильно никакой дополнительной подготовки не делаю ну в смысле как не заделываю в грунт ничего я сейчас их раскидала граблями вот так пройдусь дождик намочит и все если они не зайдут сейчас они тогда могут зайти рано весной это тоже самое уже у меня будет почва перекопана семена рассеяны они весной взойдут и до того как я начну высаживать уже будет достаточное там ну количество потом если еще чуть усложнить еще можно улучшить структуру вот этого грунта чтобы он был такой рыхлый такой мягенький и повысить одновременно плодородие то можно добавить перегной и дерновую землю вот которую из полей привозят у нас ее продают если грунт у вас не идеален по составу что обычно и бывает если вы знаете что вам весной все равно придется что-то в лунку добавлять то осенью под перекопку можно добавить суперфосфат и это очень важно именно осенью потому что суперфосфат добавленный весной он дает мало эффекта он очень долго вот переходит земле в ту форму которая удобоваримая для растений все я в этом году решила сделать самую сложную комплексную подготовку грунта я сейчас вам расскажу что я сделала это 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 вот все что почти я перед перечислила вам что от простого к сложному все процедуры я эти прошла но конечно я делала не все сама я сама вскопала только две грядки остальное копал сын и муж и землю они мне носили потому что я уже конечно бабуська не могу таскать эти тележки с землей но все равно что я сделала но я буду говорить я сделала подразумевается что половина не я убрала все растительные остатки вот с этого поля все все я чуть ли не подмела почву это важно чтобы они остались на будущий год насекомые вредители а при наличии белокрылки как у меня вот нынче была белокрылка это обязательное условие потому что вот в растительных остатках это белокрылка личинки остаются если ее не вынести она в земле останется и может перезимовать все нынче вычистила вот такой вот скоблилочкой почти подмела первое второе перекопала на раз ту землю которая у меня была потом вот по этой перекопки я рассыпала суперфосфат именно до того как добавила вот эти все добавки потому что нужно обязательно и условия что суперфосфат должен быть именно в грунте в этом не поверху вот как я семена рассеяла если суперфосфат так рассеять оставить на поверхности он мало даст эффекта самый лучший эффект когда он туда попадет вглубь в землю вот я рассыпала суперфосфат а потом уже начала добавлять вот эти слой свежей дерновой земли где еще никто не садил от полевой потом сверх перегной животного происхождения потом еще перекопать все вместе нужно я вот все сделала чтобы моя жидкая вот такая бедная земля грунт перемешалась вот с этими жирненькими добавками чтобы все было равномерно вот так вот все и только после этого я раскидала пошла сидираты вот сейчас мне надо грамблями еще так немножко разровнять чтобы они чуть-чуть с землей семена перемешались я думаю они нынче в течение октября еще могут взойти могут немножко порасти и вот моя когда эта вся процедура закончилась теперь я весной мне не нужно удобрять перегноем сюда мне не нужно в лунки будет добавлять суперфосфат еще если вырастут сидираты это вообще прекрасно будет структура почвы улучшится я весной только выйду сразу начну садить и мне нужно будет весной добавить азот я добавила фосфор я добавила буду добавлять только калий серно кислый все конечно я понимаю что вот эта процедура самая сложная и и не всякий может сделать ну во первых не у всех есть землю я купила нынче две машины земли машину перегноя я сама делаю вот такие сложные подготовки один раз в несколько лет но когда участок маленький мы повторяем одни и те же посадку одних и тех же культур на одном и том же месте нужно обязательно как-то вот восстанавливать вот у меня такой способ конечно это очень сложный не все эти будет делать все эти семь операций вот последовательно раз два три но если вы можно что-то конечно исключить не обязательно например добавлять дерновую землю достаточно добавить перегной все перекопать посеять седираты но если вы будете делать хотя бы одну-две вот этих процедур из вышеперечисленных то я уверена ваше растение скажет вам спасибо сейчас я покажу суперфосфат суперфосфат вот такой простой рассыпала по инструкции там по моему 40 на квадрат так до 50 50 грамм на квадратный метр просто рассыпала перекопала ой горчицу и все вот это вот моя осенняя подготовка грунта я могу потом в теплицу зайти вместе с вами но дело в том что там все сделала точно также добавила землю добавила перегной но это конечно сын с мужем выходные вот были мне все это сделали все теперь я к весне готова еще потом чуть позже расскажу вам про этот вот про прогрев грунта то и там как раз у меня когда я устанавливала этот кабель его же нужно заглублять а мы сделали наоборот грядки вверх там добавляла точно также над греющим кабелем землю сейчас там еще не наносишь не нанесено будем носить землю будем носить перегной плодородной почвы и сверху посею сидираты и как раз хочу испытать вот эту нагревательную ленту включу и у меня сидираты в теплице это вырастут вот с этим подогревом все до свидания с вами была ольга чернова сегодня 1 октября начинается самая такая активная у нас работа в саду надо собирать все шланги собирать весь инвентарь все это при прибирать на зиму это еще хлопотнее чем весной растаскивать их по огороду сейчас я вам покажу этот ужас весь представьте сколько распутала я веревочек при уборке территории сколько колышков опять вот этих вот таких вот если это все не соберешь то весной будет очень сложно все это искать все это у меня многократного использования все это берегу все складываю из года в год ну все до свидания